Я понимаю, зачем нам нужны определенные. Я, мой вопрос. Дай, пожалуйста, определение рефлексии. Что это такое в СМД подходе? Рефлексия – это переход от мыслей к слову, от слова к делу, от дела к слову и от слова к мыслению. И от мыслей к мыслению… Так, сейчас. От мыслей к слову. От мыслей к слову. От слова к делу. От дела к слову. и от слова к мысли, и от мысли к мысли, и от слова к слову. Больше похоже на то, что ты перечисляешь слова, но не показываешь феномен. То есть я по-другому тогда сформулирую свое понятие. Укажи на тот феномен, о котором ты ведешь речь. Нет, не на табличку укажи, а на феномен. Что? В данном случае в психике человека, какой конкретно феномен? Можно сказать про человека, Николай сейчас рефлексирует или просто он смотрит на меня? Есть у тебя критерии понимания феномена? Сейчас в мое время тебе идет? Да. Отлично. Значит, про... Теперь его. Я же сказал о чем? Я сказал о рационалистической линии истории философии, в которой мы рефлексальную оппозицию с ней мы говорили. Она заключается в том, что мы рафинируем представления об интеллектуальных процессах, стремимся представить их как безличность. Вопрос при этом об того, как это представлено в психике, поскольку в психике представлено все остается. Как именно представлено рефлексия в психике, я не знаю. Мы на субъектность заходим, по-другому. Мы заходим на нее через дидактику. Мы рассматриваем способы, какими можно научить человека. Слов много, а по сути, может быть, если слово психика вызывает затруднения, мы не используем. По сути, есть ли система критериев отличить рефлексию от нерефлексии? Вот если, например, компьютер способен рефлексировать? Я безусловно не думаю, что компьютер способен рефлексировать. Не способен рефлексировать. Есть ли какое-то у тебя понимание? Вот если ты выйдешь за эту дверь, задашь какой-то вопрос, и на этот вопрос отвечу либо я, либо там Google, ты можешь определить, произведена рефлексия или нет? Не всякий ответ, вопрос требует рефлексии. Задать специфический вопрос. Да, конечно, я могу задать вопрос. Какой? То есть как ты определишь, какова система критериев, указывающая на то, что это именно процесс рефлексии произошел, а не какой-либо вообще, ни разум, ни мышление в целом? Смотри, нужно делать это в каком-то локальном противопоставлении, потому что здесь нам проще всего противопоставить предметное обсуждение рефлексии. Но у нас реглама там разделена, да? И нам же не трудно будет отследить, продолжают слушатели, участники семинара обсуждают предметы или обсуждают то, как мы двигались. Если они просто святки думают или пишут что-то... Нет, конечно, я про молчащую человеку я ничего не могу сказать. А если он значки какие-то нарисовал у себя в тетрадке, у вас там знаковая система... Если покажет. Ну, у тебя есть... Как бы... В каком случае это будет рефлексией? То есть я же задаю простой вопрос. Каковы, да, другими словами, границы феномена рефлексия? Где отграничивает восприятие это рефлексия или нет? Там реагирование, это рефлексия или нет? Переход от мыслей слова, если человек прореагировал. Душно потянулся, открыл окно. Это была рефлексия или нет? Знаешь, вот на этот открытый вопрос достаточно сложно. Потому что, да, безусловно, безусловно, здесь это может быть автоматизировано, если оно, конечно, рефлексивно. Потому что... Потому что тебе, как минимум, нужно обратиться к знаниям о том, что такое окно, что оно свободно способно дать доступ к воздуху и к знаниям того, о том, как его открыть. Что его можно открыть, что он открывается. В этом смысле, да, мы можем это так. Мы-то можем обсуждать. А вы-то где проводите границы? А мы не обсуждаем. Где феномен рефлексии? А мы как-то не склонны обсуждать бытовые примеры, потому что у нас на это времени всего не хватает. На любом примере вопрос о том, каковы границы предмета рефлексии. Вы пока... Подожди, предмета рефлексии? Понятие рефлексии, феномена рефлексии. Где границы? Как отличить его от других феноменов? Иными словами, я четвертым образом даю вопрос. Значит, от феноменов каких? От феноменов чего? От интеллектуальных процессов других? Например? Мышление остается в своей границе. Отличить его. Где критерии отвлечения? Рефлексии от мышления? Где граница? Когда человек рефлексирует и когда он уже мыслит? Есть критерии отвлечения? Да, мышление это движение в чисто знаковых средствах, на которых можно указать операциональную систему. Чистое мышление, я прошу прощения, по схеме. Да, рефлексия, рефлексийный маршрут может быть разным, но он так или иначе выводит тебя из мышления в коммуникацию. Если ты что-то высказываешь, то это уже рефлексирует. Если ты делаешь что-то, то это уже умное действие. То есть, если я смотрю в зеркало и думаю, как-то у меня сегодня волосы плохо лежат, пора, наверное, в парикмахерскую. Это еще не рефлексия. Татьяна, вот я сдаюсь, я не знаю, как будто бы... Так, ну, мне кажется, нам даже голосование не понадобилось. Спасибо. Вопросы ко мне у тебя есть? Да. Да, поменяйте, не станешь. Да, пожалуйста. И спросим, по времени, сколько времени мне, сколько у Максима осталось? Ну, у меня два вопроса. Сейчас время. Шесть минут, ну, примерно шесть минут. Да, минут, а у тебя тринадцать. Ага. Значит, у меня первый вопрос, чем бы отвечалось твое сообщение, твой доклад, если бы ты делал, но ему стоили двести лет назад. Значит, у меня осталось такое ощущение, что, вообще говоря, если бы у нас была с машины времени, да, и мы могли бы отправиться к артезианцам, то у нас была бы... Я бы на процессах копания, но у нас была бы наряду с грамматикой Поррояля, и логикой Поррояля, и еще психологией Поррояля. Я бы поставил себе время, но, может быть, вопрос... Первый вопрос. Чем бы отвечался, я тоже, да? Ну, думаю, что, во-первых, язык был бы другой. Вряд ли на русском языке двести лет назад могли бы ввестись такие дискуссии, как Вячеслав Павеликович, согласитесь. Второе. Вряд ли женщины двести лет назад были бы допущены на таких докладах, ну и так далее. Ну, а если говорить информационно, то здесь довольно много позиций. Позиция целостности изложена, зеркальный тест, относительно которого сейчас множество исследований. Внимательное, тонкое развлечение Дьюитов по раньше, чем двести лет будет. Того, что происходит в сознании или уме человека, сделанное не так давно. Ну, и уровни рефлексии тоже. Я не встречала такого конкретного изложения уровня рефлексии, как у вас уже двухсот лет назад. Но, даже если оно ничем не отличалось, ну и что? Значит, а... Да. Понимаешь, я же вижу, что за последнее время ты вытаскиваешь в основном... По Судьюи ты вытаскиваешь в основном представление из психологии. Хорошо, вот ты психолог, да я, мы пришли в философский клуб, и очень хорошо, что мы смотрим в вечность, да, обсуждаем в вечность, но хорошо, чтобы туда смотреть одним глазом, а другим все-таки как-то видеть свою ситуацию, и что вопросы есть истории, и что... Очень хорошо. Я здесь как раз посвятила этому время, с моей точки зрения рефлексии, это психический процесс, он происходит в психике, в душе человека, поэтому как раз психология здесь отличная. Мне кажется, методологи сразу из-за вашей антипсихологической позиции могут сдаться по поводу исследования рефлексии, потому что рефлексия — внутренний процесс. Значит, у меня тогда есть другой вопрос, то есть он на части суждения, да, я понимаю, что из сознания интроспекции или из других частей психики антипсихологической позиции можно достать все, что угодно. Сейчас эти интеллектуальные процессы, которые, конечно, в душе человека представлены. Да, но когда... Но ведь я точно так же интроспекцией себя могу достать и стул, который передо мной стоит, но я при этом помню, что у него папа с мамой были, был конструктор, который его... Фабрика, на который он разделал, свалка, на который он пойдет. Не отрицаю его жизни, не себя. Почему психологисты отрицают существование вне сознания, мышления, рефлексии и технических процессов? Потому что они опираются на то, что им дано восприятие, стремятся опираться. То есть мышление, которое находится вне меня, мне довольно-то умная эта операция. Я не знаю, вы, в частности, по предыдущему нашему диалогу, ты не указываешь никаких границ, не указываешь феноменам. Как же я не указываю феноменам? У меня же табличка. Табличку ты указываешь. А феномены, как бы мышление, которое сейчас где-то между нами, то есть когда... Ну, есть бритва Акама. Бритва Акама говорит, не плодите сущности в ней необходимости. Если моё мышление я рефлексирую внутри себя и дальше вывожу наружу в качестве знаков, действительно так. Но вывожу я уже не мышление, я вывожу продукт мышления. То есть знаки. Ну, можно сказать, деятельность, да. Но не сам процесс мышления. Понимаешь, точно так же в тебе я фиксирую коммуникацию, которая, с моей точки зрения, указывает на то, что у тебя есть мышление. Но оно мне недоступно, твоё мышление. Я не могу твои мысли сейчас прочитать. Поэтому для меня вполне ясно системой описаний является системой описаний, когда мышление я фиксирую внутри субъекта, а вовне это мышление уже проступает в знаковой системе. Решение уравнения это не не стоит мышлением? Оно может сопровождаться мышлением, а может, наверное, быть и не мышлением. Не мышлением? Не мышлением. Нет, ну я понимаю, что вопрос, я не могу, что я не лаги. Да, я рад, что мы с тобой согласились, по крайней мере, на то, что коммуникация не находится внутри. Коммуникация, наверное, внутренний диалог, есть такое понятие, но коммуникация... У нас спор из пяти этих самых, из пяти интеллектуальных процессов, у нас с тобой спор только по поводу двух, я считаю, что в целом это хороший результат. Объективное существование трех, ты уже не отрицаешься. Хорошо. Хорошо. Что у нас со временем, потому что, наверное, я могу понять вопросов аудитории? У тебя десять, максимум пять примерно. У меня десять, у Максима есть вопросы? Время. Пять минут. Ну, чуть помню. Пять минут. Есть вопросы аудитории какие-то, давайте. Олег. Если кто-то написал, то передайте тому из нас, кому вы написали. Кому вопрос? Дилетант широкого профиля. Ну, сначала с два. Хотя вопрос, на самом деле, к Максиму, почему-то хочется его задать вам. Что, с вашей точки зрения, является необходимыми критериями, чтобы минимальный акт рефлексии, как бы считать рефлексией? Ну, собственно, тот самый вопрос, который задавали Максиму. То есть минимальный, минимальный квантуемый акт мышления, скажем так, да, который мы, если рефлексия является частью мышления, который мы обладаем. Я понимаю, вопрос, спасибо. Мне кажется, я уделила этому внимание на своей презентации. Это акт самоосознания. В этом смысле, вот, зеркальный тест, это отражает такой минимальный акт. То есть есть самость у этого субъекта, условно говоря, и он таким образом воспринимающую информацию применяет к себе. То есть он соотносит то, что он воспринял, с той самостью, которую мы видим. Возможно, это не совсем правильно задал вопрос, переформулирует. У нас только что прозвучало, да, что компьютер может вычислять, ну, производить определенную вычислительную операцию. Но Максим сказал, что он, безусловно, не считает компьютер мыслящими рефлексирующими. Поэтому вопрос, то есть акт вычислений, ну, неважно какого, является, может ли являться рефлексией или нет? Ну, нет, потому что я же как раз сказала, должна быть самость сначала. Если это вычисление, сейчас, давай получим, тогда, производит сам человек, и он осознает, что это производит именно он, тогда может. То есть рефлексии, возможно, если это будут абсолютно идентичные вычислительные операции, но одна проводится компьютером, а другая мной, то значит, мои вычислительные операции будут рефлексией, а абсолютно тождественные, с точки зрения преобразования информации, действия компьютера, рефлексия являться не будет. Да, значит, по моему мнению, они не могут быть абсолютно тождественными. Знаешь, ну вот сейчас, какую бы ты операцию не производил, ты слышишь, что человек какой-то что-то говорит, ты еще попутно, у тебя есть некоторый фон, в котором ты сидишь на стуле, там, не знаю, какой-нибудь ботинок жмет, и все, на фоне всего этого ты производишь операцию, и ты в этот момент осознаешь, что эту операцию производишь ты. И это совсем другое по отношению к компьютеру. И в этом смысле человек как раз может ту же операцию прийти к другому результату, понимаешь, потому что у него там задница сейчас серая. Если математику и про строгие математические вычисления, то результатом работы компьютера или результатом работы человеческого мозга будет абсолютно одно объективное, если мы не солевсисты и представляем, что мир все-таки один для всех объективный, у нас будет абсолютно идентичный результат. Это не так. Это ты сейчас относишься к этому как к идентичному результату, а будет разное. У компьютера будет система электрических импульсов, а у меня будет цифра. Информацию эту берешь ты, эта информация для тебя, а у компьютера информации никакой не получает. Он произвел систему электрических импульсов. Давай не будем спорить. Ты задал вопрос, я ответил. У нас есть еще вопросы. Я специалист по философии и математике. Татьяна права, вы нет. Спасибо. В конце апреля будет в третьем корпусе, где матфракт у нас, философские вопросы искусственного интеллекта. Вот прямо относящиеся к этому тем. Приходите. Спасибо. Можно я маленький, маленький комментарий. У Татьяны в презентации было «я плюс интерпретация» и в этом разница. Вот на мой взгляд результат может быть тождественен. Но в случае человека, он в этот момент понимает, что он считает. И в этом разница. И это и есть рефлексия. Он осознает, что он сейчас делает, а компьютер нет. Сейчас вопросы нам. Есть вопросы нам у кого-то еще? Вы сидите, вы написали право сколько раз, не заслужили право. Максим, вы сказали, что критика равна рефлексии по Марксу. Это все твои вопросы. Я немножко тоже был по-другому. И я не поняла. Можете как-то разъяснить? Критика общественного сознания, а именно политической экономии Маркса, которую он проводит в «Капитале», должна трактоваться, безусловно, как рафинирование некоторых представлений и поднятие их на более научный уровень. Вот в фехтанских терминах это рефлексия. Не любая критика – очень рассловчивое слово. И, допустим, вот даже в философии, то, что под критикой Кант принимал, это… Так, а какая рефлексия? Какая критика является рефлексией, я не поняла. А? Какая критика? Не любая критика, а какая является рефлексией? Критика форм общественного сознания, направленных на то, чтобы возвысить содержащиеся в них представления до научных. Это фихтовское определение почти. Я думаю, что я почти до стола. Есть же специалисты, я почти до стола выполнил. Нет, не знаю, почитает, что кто-то может быть ответит. Кому вопрос? Можно? Да. Так, ну, доктор философских наук Владимировна. Ну да. Отлично. Вопрос следующий. Вот вы говорили об уровнях рефлексии, в частности о том, что самоосознание – это минимальный уровень рефлексии. Можно ли сказать, что какой-либо уровень рефлексии является сугубо человеческим? Что позволяет вычренить человеке сугубо человеческое, что не позволяет человеку считаться полностью животным или полностью машиной? Ну, собственно, с моей точки зрения, рефлексии – это чисто человеческое. Сугубо как раз. По крайней мере, на данный момент других познающих субъектов не обнаружено. Может быть, появятся какие-нибудь инопланетяне, сейчас сюда придут и скажут, извините, мы тоже рефлексируем. Самоосознание – минимальный уровень рефлексии. Вы сказали, какие-то рыбки способны на это. Да. Какие-то человеческие существа. Да. А вот какой уровень рефлексии сугубо человеческие рыбки не дотягивают? Человеческие… Живут ли же тоже на школах? В этом смысле здесь… Есть знаковая система, выражение мысли в знаке. Можно все-таки я буду отвечать, пишу вопрос ко мне. Окей. Ну, в принципе, в некоторой степени ответ был дан правильный. Но это просто, может быть, не минимальный уровень язык, а оторванный. Понимаешь, наверное, я чуть-чуть по-другому отвечу на этот вопрос шире. Ведь все процессы в природе, они как бы постепенны, вот как я вижу. И вот границы проводят, в общем-то, люди во второй уже природе. Они говорят, вот это стол, а это пол, как бы. Хотя где-то, если внимательно смотреть, то окажется, что какая-то частица стола упала на пол. Вот. В этом смысле, возможно, есть какие-то животные, которые даже способны на самоосознание. Там дельфины какие-то есть. Но мы пока еще не поняли, как это проверить. То есть вот этот зеркальный тест, это пока только гипотеза, что если животное стирает с себя метку, то оно способно на самоосознание. Но мы же, как бы, эту гипотезу пока тоже полностью проверить не можем. Поэтому я себе так понимаю, что это вот переходный процесс. И где-то природа к людям очень сильно приблизилась. И, возможно, есть существа, которые еще в знаковой системе, как мы, не пишут, но сами себя уже рефлексируют. Рефлексируют. Самоидентифицируют. Да, самоидентифицируют. Но вот исследования в этой области ведутся. Там я на конференциях по сознанию была на этих докладах. Но пока еще это вот большой знак вопроса. Большое спасибо. Пожалуйста. Можно попробовать то, что я на шептилу сказать? Даже? Это на философском клубе значения не имеет. Ну, все-таки. Но так уж и быть, как у познающего субъекта. Я вас учту. Во-первых, из уважения к моему научному руководителю я должна задать вам вопрос. Да, из уважения к Вячеславу Великановичу. Потому что я все-таки приглашена на это заседание философского клуба. И я здесь присутствую. И я должна как-то грузить свои отношения. Уважение выражалось бы в вашем молчании и хорошем поведении. А что я делала? Я так и сидела. Сколько времени, Наташа? Вот, Татьяна, скажите, пожалуйста, вот в вашем очень интересном докладе, который я слушала с чрезвычайным интересом, я для себя, например, вынесла такой момент, для меня показался очень важным. Вот тот фрагмент вашего интересного доклада, когда вы говорили о трех уровнях рефлексии. Восприятие, распознавание, интерпретация. Мне показалось это чрезвычайно интересным, тем более, что границы между ними, я так понимаю, что если говорить о человеческом уровне, они довольно-таки зыбкие. Что такое восприятие, что такое распознавание, что такое интерпретация. Мне показалось чрезвычайно интересным в качестве, ну даже для своего научного исследования, третий уровень, который вы назвали как интерпретация. Почему? Потому что мне кажется, что интерпретация, она существует, вот этот термин, вы человек, который мыслите в рамках психологики, я так понимаю, да? У меня осталось три минуты для ответа на ваши вопросы, если вы все три минуты поговорите. Вы мыслите в качестве как человека психолог. Но вот я хочу вам задать вопрос, который, собственно говоря, может вывести вас из узкой вашей сферы психологии и вывести вообще философию науки. Вот скажите, пожалуйста, в каких пограничных дисциплинах, отраслях, например, филологии, философии, психологии, интерпретация мыслится как ключевой термин, экроз, который проходит экроз всех этих дисциплин. И если вы как психолог, например, то что общего между, например, интерпретацией филолога, интерпретацией философа, интерпретацией психолога? Вот эти вот три термина, вот хотя бы давайте возьмем вот в этих науках. Давайте вы остановитесь, а дальше у меня будет хотя бы две минуты на как бы последнее слово. Да, просто очень честно. Значит, итак, это не стадии рефлексии для того, чтобы, не знаю, как остальные, восприятие, распознавание, интерпретация – это стадии принятия сигнала. Что такое восприятие? Восприятие – это то, что любой биологический организм, я чувствую что-то. Когда у меня появляются гипотезы, это, наверное, укус, комар меня кусает. Это уже стадия распознавания. То есть до того было восприятие, ощущение какое-то только, когда во второй сигнальной системе я распознаю, это комар. Дальше смотрю – действительно комар. Значит, я правильно могу интерпретировать, что я правильно распозналась. Если я вижу что-то другое, то я ищу другую систему распознавания. Дальнейшая может быть какая-то интерпретация, как относиться к комару. Например, если я буддист, сижу в медитации, понимаю, что меня кусает комар, но я буддист. Я не убиваю комаров, даже если они меня кусают. Поэтому я интерпретирую это ощущение, что я буду продолжать его переживать и продолжаю чувствовать. Или я убью этого комара, ничего страшного. Это следующая стадия. Поскольку мое слово все-таки о рефлексии, а не интерпретации, то вот с моей точки зрения важно понять, где здесь начинается рефлексия. Рефлексия начинается на фазе распознавания и продолжается дальше, пока вот этот процесс интерпретации не уходит уже в мышление. Все, спасибо. Максим, что-то еще? У меня лежат вопросы еще, но время, по-моему, уже нет. У меня еще есть 4 минуты. Хорошо. Мне задают вопрос, насколько я понимаю, мышление оставляет след. Оно как бог разумно, использует людей. Да, я очень люблю эту метафору о том, что мышление садится на людей, так же, как детьми захватывает людей. Что Гумблин говорил о языке, да? Мы можем говорить до того, что мы обладеваем языком, но учимся мы языку, тогда язык обладевать не нужно. Что очевидно, антогенетически это очевидно, потому что первый язык, по крайней мере, нормальный ребенок осваивает это дело того, как он сейчас учится. Разумеется, можно мне еще и вам вопрос задам? Послушайте. Что значит модератор, потому что в лобочке статьи. Послушайте, вот вы знаете, Максим, вот обрекуйте мне, пожалуйста, немножко, я просто перегрев вздумала. Это совет. А то, и, вене, мне хочется пообщаться со всеми, да, очень долго из-за шуток. Вот скажите, пожалуйста, ваш доклад называется «Система мыследеятельностная понятия рефлексии». Вот такое длинное, длинное, как бы, немецкое такое строительство. Система мыследеятельностная понятия. Вот вы не могли бы сказать, вот вообще в моем понимании рефлексия – это мысль. А вот как вы связываете, вот вы сказали, когда вам задавала Татьяна вопрос, что такое рефлексия, вы сказали, это импульс от мысли к деятельности, от мысли к мысли, от деятельности к деятельности. То есть вы провели стрелочки от всех этих… Вот как вы связываете понятие рефлексии мысль, вот почему деятельность-то? В каком отношении? Ведь, например, в моем понимании, это не качество рефлексии, но в смысле мысли. Почему деятельность-то? Как вы это все связываете? Потому что, если это деятельность, это умные действия. Действия бывают умные, даже в продуктах мыслей, в продуктах деятельности мы ее можем увидеть. Вот стол сделан на заводе, но в нем это действия было умным. А, то есть вы еще эффект, что это мысль отражения в действии, да? В действии и наоборот. И наоборот, да? Я же нарисовал табличку. Ну, понятно. Что ж, не надо же все говорить. Ну, Одна минута осталась. Здесь нет вопросов, есть просьба о предъявлении. Я не вижу необходимости для этого предъявления в городах промежуток. Если бы я читал на Севизорный спецкорс, нам нужна полиграфикация. Потому что нам будут какие-то опоры, нужны полиграфикация. Если что,